Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами вновь канал «Я и мой босс», я его ведущий Олег и Василий Александрович, государственный инспектор кинологического отдела Кемеровской таможенной. Сегодня мы с вами присутствуем на питомнике кинологического отдела Кемеровской таможны. И о тяготах службы, о тяготах, радостях службы нам расскажет Василий Александрович. Василий Александрович, здравствуйте! Значит, у меня несколько вопросов у вас. Вот первый вопрос. Мы видим прекрасную собачку. Скажите, пожалуйста, каким образом происходит отбор собачек на службу к тому же? Отбор происходит, исходя из рабочих качеств, щенков отбираются в щенячьем возрасте до 9 месяцев. Ездим по заводчикам, забираем собак по характеристикам, по характеру. Ну, вот характер собачки. Вот смотрите, значит, ну, вот, насколько я понимаю, характер собачки, именно, что касается таможенной службы, не должен быть агрессивным, да? Да, агрессию у нас собаки списывают. То есть идет отборковка на агрессию. То есть изначально, как бы, характер должен быть спокойный, уравновешенный, потому что работаем непосредственно с людьми, да? Василий Александрович, ну, вот смотрите, есть собачки, которые мотивируются, так называемые злообитальные мотивируются, да, пищевики? Есть собачки, которые мотивируются на игру. Вот какую мотивацию выбирают для несения службы в Теверской таможке? Ну, для каждой собаки это идет отдельно, в зависимости от породы и от типа поиска, что мы будем искать. Либо поиск наркотических веществ, либо поиск взрывчатых веществ, потому что обозначение у собак тоже разное идет. Если активное обозначение, то, значит, такие собаки идут только на поиск наркотических веществ. При активном поиске, если собака начнет корябать, скажем, то же самое, если оно может сработать, то это идет сразу. А вот активный поиск, что это такое? Это активное обозначение. А активное обозначение? Это значит, либо царапание, либо лайк. Ага, то есть собака обозначает именно... То есть, если она нашла предмет поисковый, который она должна была найти, она обозначает его либо царапанием, либо лайк. Да. А пассивно это собака подходит, обнаружила, либо села, либо легла, либо замерла. Стойки, вот ли, что мы знаем. То есть приняла какую-то определенную позицию. Все понятно, но хорошо. А вот вы сказали, что в зависимости от породы. Имеет значение порода? Ну, порода в основном это либо служебные, либо охотничьи собаки, у которых обоняние более всего разное. Декоративные и прочие никогда не идут. Ну, они, наверное, просто генетически не способны. Да. Ну, более слабо, скажем. Хотя, с другой стороны, у собак, у каждой свои способности, и у каждой развивается развитие. У дворняка некоторые развивают обоняние. И у каждой развивается, чем на породу. Из ваших ответов, Василий Александрович, я понял, что, как бы, нету такого класса собак, которые активно ищут все необходимые, скажем так, предметы, которые нужно найти. То есть у них идет специализация, да? Да, идет специализация, потому что, ну, универсальных собак нету, потому что даже в тех же сериалах, там, возвращение Мухтара и прочее, там собаку, которая показывает, что она делает все в ходе задержания, там играют 4-5 собак, разные собаки, да, каждая на определенном уровне. Вот, Василий Александрович, смотрите, бытует мнение такое, что для того, чтобы собака могла найти наркотические вещества какие-то, вот, ее делают наркоманами, вот, нет, это глубокое заблуждение, потому что, если собаку делать наркоманом, она, это полгода обучения, и потом, ну, год-полтора работы, после чего она умирает, здесь, ну, смысла нету, либо, просто натаскивает на запах, если она находит в сонный запах, то получает поощрение, либо в виде игрушки, либо в виде запаха. А небольшой секрет такого, она ищет, наверное, все-таки не наркотики, а на свою игрушку ищет, да? Вначале мы, на первоначальной стадии обучения, мы закладываем запах, ну, вискового материала, саму игрушку, она ищет игрушку, а потом уже, впоследствии, отделяем запах игрушки, и вот, самовую сонную. То есть, собаки, они играют в момент пояса? Да, они в поясе-то играют. То есть, мы сейчас сделаем закладку для собаки, а собака нам покажет, как она может найти искомый предмет. Давайте сейчас посмотрим, я переведу камеру. И буду комментировать, что происходит. Вот сейчас Василий Александрович раскладывает несколько ящиков, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот седьмой ящик берет. В один из этих ящиков будет заложен искомый предмет, который потом Гаврюша, по всей вероятности, должен будет найти. Через какое-то определенное время, чтобы прошел какой-то определенный период, чтобы выветрились немножко запахи, и он уже должен будет пройти вот эти вот семь совершенно одинаковых ящиков, и он должен будет выбрать именно тот, в котором находится закладка. Ну, сейчас... Именно произойдет закладка. Вот. Закрывается крышка. Ящик можете переставить в любое место. То есть, вот видите, нам Василий Александрович дает добро, чтобы мы переставили ящик в любое место. Давайте сделаем это. Сейчас должно будет пройти определенное время, чтобы запахи устранились, и Гаврюша нам покажет, я надеясь, из первого раза этот месяц. Неси! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он царапнул и сел. Вот Василий Александрович достает искомый предмет. Это просто, посмотрите на ваши глаза сейчас, работник, я скажу, что работник нашей дискуссии таможни Кемеровский, но тот предмет, который, собственно говоря, и должен был найти. Наша безопасность в надежных руках. То есть, вот представляете себе, значит, сидит у нас как зовут? Лабрадор Гаврош. Лабрадор Гаврош. У него, вот каждый бы, наверное, хотел бы вот так вот работать, играя. Вот Гаврош, значит, он уходит на службу и всю жизнь свою играет. Сколько по времени, примерно, длится, ну, скажем, вот эта вот служебная жизнь собак? Примерно. Служебную работу, скажем, у собаки, ну, 6,8 лет. Вот почему они, исходя из рабочих качеств, если она продолжается работать, они и дальше будут работать. И если рабочие качества вытрачиваются, то собаки спешивают. Ну, и обычно они передаются тому кино, с кем они радуются. 6-8 лет. Василий Александрович, я смотрю, собачки здесь у вас находятся как бы в вольерах, да? Вот чем отличается вольерное содержание, ну, скажем так, от квартирного содержания? Ну, при вольерном содержании здесь, во-первых, удобно делать и полностью все медицинские мероприятия, более удобно, более удобно в приготовлении формы, так же, в кормежках, все это, в расписании, так же, в тренировке, проводить более удобно, когда несколько собак, чем одна собака, потому что при квартирном содержании все-таки и домашние собаки, они не работают. Вот это расход подоихся на эти родственники, но у них очень много отлетающих, так, короче, это на родственнике, соседей, в бюзей. То есть в вольвере собачка находится, она как бы в замкнутом пространстве, она не отвлекается ни на что. Да, и более готова к работе, она в любой момент приезжает. И она ждет выхода на работу, то есть она вот выхода, скажем так, в свою игру. Ну, если это возможно, конечно, если мы там не встроим какие-то определенные большие секреты, Василий Александрович, вы нам покажете, как встроен у вас вольвер. Сейчас я возьму камеру. Гава, иди гуляй. Гава. Едь. Езжать. Ай, молодца. Видите, с каким удовольствием Гаврюша исполняет команду хозяина своего. Ну, вот, посмотрите, тут собачки подписаны. В первом номере лабораторный гаврош. Вот его. Валерия, здесь это площадка для выгола и кормления. Обязательно, Валерия, должна быть в любое время года вода. Если зимой, то приносовой, то снег. Здесь также вот висит амуниция. Средство ухода за собакой. А здесь уже идет зимний, это, теплый вольер, где... То есть, посмотрите, здесь вот как бы и полы деревянные высланы, и даже зимнее такое помещение есть. Да, где собака сама проходит, выходим. Ну, отлично, отлично. Василий Александрович, скажите, пожалуйста, а вот мы сейчас зайдем, посмотрим. Видите, у нее тут будочка своя такая есть, наверху, чтобы запрыгивала. Там еще и одеяло лежит. Ну, прям дом. Градусник, все как-то. И градусник даже. Да, чтобы смотреть, контролировать. И здесь градусник находится. А вот кормить вы готовыми кормами? Мы готовим, это самое, раньше готовили, но сейчас, пока возможности такой не стало, кормим готовыми сухими кормами. Вот, готовыми сухими кормами. То есть, как бы, где уже выдержан уже баланс минеральных веществ, уже витамины находятся. Самим готовить полностью все, все витамины, ну, тяжело. Сидеть. Вот я смотрю, шлейка на нем такая. Да, это перед работой всегда надеваем, потому что он знает, что он уже работает. Убудем работать. То есть, он сразу готов, настроен. То есть, вот обозначение, когда вы одеваете шлейку на собаку, она уже знает о том, что настроена на работу. Ну, Василий Александрович, давайте мы с вами, напоследок, еще тогда покажем нашим зрителям, как вы, ну, хотя бы какую-то элементарную команду, как вы учите своих щенков, еще, может быть, взрослых собачек уже, какой-то, при выполнении какой-то определенной команды. Если команда вот рядом сидеть уже обучена, то для того, чтобы, это самое, научить команде лежать, ну, берется лакомство, либо игрушка, руку. И перед носом команды опускается, например, команда лежать. И собака вот за лакомством, она тянется. Если она выполняла правильно, после этого поощряем ее. И так повторяем 5-10 раз, после чего у собаки появляется рефлекс условный на команду, и она выполняет автоматически эту команду. То есть, мотивируется она подкормкой? Ну, либо игрушкой. Либо игрушкой. В зависимости от характера, то есть нет у вас такого... Да, нет, можно, почему, он так же и на игрушку будет у меня реагировать. Сидеть, лежать. Вот он так же на игрушку реагирует. Ну, понятно. Ну, собакой обязательно надо ежедневно заниматься, играть. А как часто у вас происходят такие вот занятия? Ну, занятия 2-3 раза в неделю. Занятия идут 2-3 раза в неделю. А так практически, я так думаю, что каждый инспектор, который со своей собачкой, он... Я думаю, что может быть не так, конечно, вы меня поправите сейчас, что во время работы все равно пытается процесс обучения как бы проводить и на месте, да? Да, практически каждая рабочая смена – это непрерывный процесс обучения. Мы специально подкладываем свои учебные закладки, так называемые учебники для собаки, которые обязательно должна... И каждый рабочий день и рабочая смена заканчивается чисто на позитиве на то, что собака обнаруживает. Если не обнаруживает тот искомый материал, который надо, значит, мы подкладываем свои запахи и свой багаж для того, чтобы собака на хорошем настроении и в следующий раз с удовольствием уехала на работу. Ну, еще раз повторюсь, что мы сейчас находимся в кинологическом отделе Кемеровской таможни. Пожелаем удачи внесения службы нашим друзьям, нашим собачкам, инспекторам нашим. Всего хорошего! С вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег и инспектор кинологического отдела Кемеровской таможни Василий Александрович. Спасибо большое! Спасибо вам! С вами был Игорь Негода.